Ребята, наконец-то все прояснилось, в чем была вся суть этой операции. Операция Шатун. Вот оно оказывается в чем дело. Вот как выглядит эта спецоперация. Вот столько собрали полицейских, нас гвардию всего лишь. Операция Шатун. А все-таки оказывается это мирная акция. Поправь, поправь. Поправь, шатунда. Вот так. Будь серьезный, шатун будь серьезный. Та не той шатун, бля. Будь серьезный, забери руку, иди. Вот так. Юра, вставай. Юра, вставай. Блядь, так ищай. Шатун лучше, чем Шептун. Винно, винно. Буква Н не винно. Они там в Катмині пускают Шептуну. О, только. Все, отойдите, пожалуйста, ребята. А ну, шатун. Шатун-болтун. Смотри, шабу плэ. Вот, ребята, вот так вот сейчас у нас происходит акция. Людей прибывает, при Хайковчане. В общем, много людей тут прибывает. Н не видно, чуть-чуть отоделил. Приехала и продолжает. О, вот так вот, отлично. Шатун, конечно, всем поднял настроение здесь. Операция Шатун серьезная проходит в Киеве. Какое интервью? Мы проводим опитывание. Скажите, вас часто звинувачивают, что вы берете участь. Вы агенти Кремля. Я звинувачиваю, берете участь в плане Шатун. Скажите, пожалуйста, а под кем вы хотели, чтобы захиталося кресло? Секундочку. А кто про вас, что значит про вас говорить? Про кого сами? Те, кто сейчас с протестными акциями выступает. Ну, то есть, мы не с протестными акциями. Да, пожалуйста. А скажите, а под кем бы вы хотели, чтобы захиталося кресло? Вы же пришли до... А зачем? Ну, в чем суть этого вопроса? Ну, вы против кого вы выступаете? Мы не против кого вы выступаете. Мы не против кого вы выступаете. Мы выступаем за то, чтобы каждый украинец ездил на автомобилях доступно. Автомобили доступно. Да. У нас есть законопроект 42-23. Аккуратно, ребята, отвечайте. Здесь такие вопросы, изначально провокационные. Нет, абсолютно нет. Ну, я же вижу, как вы спрашиваете. Изначально вопрос закрытый. Зачем вы задаете закрытый вопрос? Нет, мне не интересна ваша думка. Вы не хотите... Нет, вы специально задаете закрытый вопрос сейчас. Я объясню вам. СБУ попередила нас. СБУ попередила, что сейчас будут... Кого нас? Дайте договорю. СБУ попередила, что сейчас будут акции протестные. Как бы агенты Кремля будут расхитывать ситуацию в Украине. Есть план Шатун с дестабилизацией. Я хотел переконаться. Вы платите вас. Да, я вас... Я просто цікавлю вас на плану Васильевича. Вы заемны сами с планом Шатуна? Вот сей Шатун. Зараз познайом вас поговорим. Секунду, аккуратно. И что вы сейчас хотите выяснить? Ну, вы хотите расхитывать ситуацию, не? Ну, я... То есть, вы погоджены? Угоджуйтесь с таким выражением. СБУ попередила. Формулировка вопроса изначально предполагает закрытый ответ. Вы не хотите с нами говорить? В Закарпатской области, где было работено все. Мы все оговорили. Я думал, что у нас вопрос закриется в ближайший тиждень-два. Нас дальше игноруют. Вот поэтому мы сейчас тут, чтобы нас услышали. Почули. Вся наша акция. Шатун, вот этот Шатун сзади вас. Будь ласка, подивите за мной. Все. Вы можете представить? Я покажу вам. Качур Юрий, меня зовут. И у вас ваша громадская посада. Вы участник акции. Как эта акция называется? Я є членом инициативной группы, которая была створена в березне месяце, после блокирования кордона в Закарпатской области. Геннадий Геннадьевич Москален. А можно в Афере? Да, да можно, можно. Да нет, конечно. Главное, чтобы показать. А нам, может, и не показать? Нет, я просто, нет, ну чому? Я же выше, как вы представляете. Тихо. Это интернет-телебачение, интернет-телебачение, 17 канал. Сергей Злантик. Да. Мы просто, как бы, мы проводим, разпитываем людей. Мы всегда даем всем слова, сторонам висловить. А кого-то звинувачивают в том, что они берут участие в Шатунь. Мы говорим, люди, вы правдя, беремо. Дивимось, кто пришел. Розкажите нам хотя бы про это, что тут мы ничего не знаем. Мы тоже, как бы. Мы тоже, как бы. Мы нашу мысль узнали, а может быть, поинтересованы. Нет, нет, я просто, я просто разпитую людей. Вы, справеді, хотите расхитать ситуацию в Украине? Вы скажете, нет. Мы просто за свои права. Все, спасибо. Мы будем нормально жить и в Украине. Я донесу вашу думку, вы сегодня на 17-м каналі побачите, власне, ну, просто вашу думку буде донесено. Мы за доступные автомобили для каждого украинца. Я донесу вашу позицию, я можу бути згоден, може, ні, але я висвітлюю, що тут відбувається і що люди вимагають. Это все. Ну, это моя журналистка работа. Не приставитесь? Не приставитесь. Я спустиваюсь, тогда все, хорошо. Спасибо вам. Если вы покажете, будем благ. Нет, смотрите, смотрите, 17-й канал, будет публикация ближче до вечера. Пойдите по каналу, будь ласка. Да, прошу, прошу. Якщо є, камера, камера, план на камеру. Да, подойди, будь ласка. Так, что вы еще хотели? Нет, я хочу сказать, что по всем областям акции проводятся сейчас. Тобто, ни за что, ни за что, акции в поддержку нас, в которых мы тут стоим, и ждем на Гройсман, как бы он порядная людина была выше бы раньше, и не заставлял бы этих людей тут мерзнути, и стоять и ждать на углу людей. Вирішим бы это вопрос, да, условно, что все будет вирішено. Чекаем еще комитет на 12-ую годину. Тобто, все, что творится по областям, перекрытие, что есть, ничего не связано ни с кем. Ни денег, скажите, там, мы даже не слышали про Шартуна, и про какие-то там разные эти планы. И представьте, пожалуйста. Романюк Валерий Георгиевич, Черновецкая область, голова Романской области. Расскажите, сколько вы уже выступаете за свои права? 2 люта. Первая акция протеста была 2 люта. 2 люта. Какая реакция была? Реакции разные. Все приходят и обещают. Но на самом деле никто ничего не делает в Украине. Вы видите, чем дальше, тем лучше живем. До депутатов обратились? До всех депутатов, до главы областной ради, облдержадміністрации. То есть, до всех мы обратились. Это Кабминевский закон? Это постанова в Кабмине? Ну, зараз пообещал Гройсман, чтобы он выдаст постанову Кабмина. Что как будет постановить, поведена незаконодавчая какая-то... Они, наверное, будут потом депутаты уже по цей постанове, будут выносить решение. Загальні планы есть. Спасибо. Там законопроект 42-23, он уже давно лежит в Верховной Раде. Мы про это скажем. Полицейские сказали, что 80... А сейчас началась у них операция, получается... Отпрацювание 10-46. Тобто 85% злочинів, які трапляються, люди их виконують на номерах з іноземною реєстрацією. Так вот, мы обратились с законопроектом 42-23, для того, чтобы дали возможность людям легально ездить на этих автомобилях, и чтобы полиция знала, кто на нём ездит. И якщо вчиняются які злочины, то они будут знать, кто вчиняв данный той злочин. И не надо будет, как они беспределят, забирать автомобиль, они сейчас с какими-то смытницями какие-то рейды делают. Это вообще незаконно всё. Это вообще всё незаконно. Стаття Конституции Украины говорит о том, что всё, что мы предполагали, это нашу власть. И поэтому мы опять же говорим, давайте возьмите по 10 евро в месяц за каждый автомобиль и наполните бюджет. Мы не против, чтобы дороги сделали и всё остальное. Мы стоим за нас, за всех. Ясно, а вы просто хочете, чтобы вырешивали ваши питания, а не дешево... Питания всех украинцев. Вы посмотрите, показывают ДТП в Жигулях и Тавриях, выживших процент. Один, так вот, а у БМВ только бамперы сбит. Так почему должны... Они нас просто... Что они делают? Они делают смертность в нашей стране. Просто смертность заставляет ездить на вот этих вот тазиках. Это ведра... Короче, нас згнобляют, как последнюю скотину в своей стране. А термин називали, когда решится ваше питание? Сегодня. Сегодня, да. Сегодня, не для того, а тут, но обещаю сегодня здесь. Сегодня здесь. Да. Зрозумево. Это что? В 90-х годах погнали машины. Да, то чекайте, спросите, спросите, всё, может, они участники какого-то плана, может, они дестабилизуют. Нет, мы аккредитуемся до Кабміну, можем запитать. Я думаю, это окроматовано. Я не думал, что тут таки... Это окрестно, заглибутись в этот момент, и окрестно, присветить самому, как бы часто. Мы часто работаем Россию. На самом деле, у нас женщина стояла 12 дней на Майдане голосовала. Никто не вошел, ни один телеканал. Пошатает немножко, чем у него там есть, чем пошатать, понотеляет. Да ладно, давайте общую фотку сделаем с Мишком, блин. Шатун, забери руки, Шатун. Вот так, оно, оно. Шатун, а ты пошатай. Поверни, пошатай, пошатай. Давайте, пацаны, сделаем всю фотку. Шатун, шатай. Что там, просмотрят нормально? А ну, давайте все разом стоим. Давай, я засниму. Да, заканчиваем свой прямой эфир. На позитивной ноте всё-таки. Вот, оказывается, что вызвало панику и смятение в рядах СБУ. Незаконно пересек границу вот данный провокативный субъект для расшатывания ситуации в Украине. Главное, что Шатун было. Главное, что Шатун было. Сидите, что было. Сидите. Давай, трясите. А кто фотку сделает? А кто фотку не зацепил? Я не зацепил. Не зацепил. Та, я не зацепил.